ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ Так что же такого сделал, или точнее не сделал Натаньяо, что привело его, так сказать, на скамейку запасных? Вот надо сказать, что именно Натаньяо это, безусловно, политик, который умудрился победить сам себя. Это самый опытный, самый харизматичный на данный момент, ну и самый обученный, так сказать, риторическим фигурам, приемам, ну то есть самый лучший кампейнер. А Натаньяо давно говорили, что если бы он руководил страной так же хорошо, как он проводит кампейны, то Израиле было бы гораздо лучше жить, и Израиль был бы гораздо сильнее экономически, в сфере безопасности, в сфере международных отношений и так далее. Но вот именно кампейнер, он считался у нас непревзойденным с момента основания государства, ну и тут надо сказать, что Натаньяо все-таки был у власти совокупно больше, чем любой другой премьер-министр Израиля и по количеству лет, и по количеству лет непрерывно. То есть он последний раз, он 12,5 лет был премьер-министром. В Израиле такого никогда не случалось. Теперь, на какой-то момент именно это создало у Натаньяо ощущение, что он является царем, августейшей ослобой, и более того, это создало ощущение не только у него, но и у его семейства. В Израиле даже начали говорить об королевской семье, августейшей, августейшее семейство. И вот отсюда, собственно говоря, начинаются и проблемы Натаньяо. Ну, это проблема, которая начинается с седозволенности. Натаньяо сделал целый ряд шагов, которые помогли, собственно говоря, создать нынешнее правительство. Оно бы не было создано без Натаньяо. В принципе, мы видим, что Натаньяо, он совершенно не хотел уходить, и не собирался, и не планировал. То есть, вероятно, Натаньяо хотел сидеть на этом посту до 120 лет, как минимум. И уход его был до дну, получился поэтапным. Это вещь, которая случается именно в ситуации, когда недостаточная правовая культура и недостаточные правовые нормы. Мы в нашей программе несколько раз говорили о том, что в Британии самые харизматичные, самые сильные премьер-министры, они никогда не уходили, проиграв выборы. Они, как правило, уходят после того, как есть ощущение, что они начинают мешать развитию своей партии, развитию страны, мешать решению конкретных проблем. То есть, они устарели, они остались в прошлой эпохе, а новую эпоху не открывают старыми ключами. Так ушел в конечном итоге из политики Уинстон Черчилль, так ушла Маргарет Тетчер, которая передала власть Мейджеру. Давид, насколько я помню, Тетчер как раз ушла не потому, что она того захотела, а потому, что у нее она праймерис проиграла, у нее там была маленькая революция в партии. Там просто было мнение в партии. То есть, большинство мнения в партии, ну да, это не было совсем уж выбора, но в партии, большинство в партии сочли, что она должна уйти. Ну, то есть, праймерис не было. Если бы Тетчер захотела бы играть, а я все равно останусь, как еще играет Натаньягу, то она, вероятно, могла остаться и довести страну до выборов. Но даже, возьмем ее, потом меняет консерваторов Блэр, Блэр тоже уходит не потому, что он проиграл выборы. Просто наступает момент, когда становится понятно, что дальнейшее развитие, оно должно быть без Блэра, и Блэр уходит без выборов. Вспомните, совсем недавно ушла Тереза Мэй, не проиграв выборы, не проиграв праймерис, просто у нее был какой-то путь. Этот путь показался непопередным, она ушла, отдала Джонсону. До нее был Дэвид Кэмерон, который точно так же не проиграл выборы, не проиграв праймерис, передал этот Терезим. Так уходят политики в стране с развитой правовой культурой, и где есть ощущение, ну, есть такое понятие чистое, понятие джентльменских правил. У нас, к сожалению, вместо джентльменства есть хуцпа, Биби не британский джентльмен. Хуцпа – это наглость, на иврите это наглость, да? Да. Хуцпа и сраилит – это израильская наглость. Причем этот термин стал настолько популярным, что он попался в английский, американский язык, там говорят хуцпа. Так вот, есть израильская хуцпа, и он не британский джентльмен, и сам он не уйдет. Хотя даже до последних выборов, четырех раундов, стало понятно, что Биби мешает развитию своей партии, Биби мешает развитию страны, но он четко сцепился и держался за власть. Я думаю, что это связано даже не с ним, а с его семейством гораздо больше, чем с ним. То есть в Саре непредставимо, что она покинет резиденцию на улице Балька. Поэтому вместо ухода получился поэтапный вынос политического тела. Мы, более того, находимся даже не в конце его. Мы где-то находимся, прошли две трети. Первый этап, я вам напомню, это весна 2019 года, Натаньяго ведет переговоры и впервые не может создать коалиции. Следующий этап, лето 2019 года, впервые правая партия согрется с Натаньяго и оказывается в противоположном ему лагере. То есть впервые спор перестает идти между правыми и левыми, на чем держался Натаньяго, потому что Натаньяго, я вам напомню, он далеко не всегда брал большее количество мандатов. Допустим, в 2009 году он получил меньше мандатов, чем Кодима, но стал во главе правительства. Почему? Потому что правый блок был за него, весь правый блок. А тут получилось, что впервые правая партия выступает в оппозиции с Натаньяго. Дальше происходят выборы сентября 2019 года, это третий этап, и на этом третьем этапе становится впервые блок Натаньяго, так называемый, не набирает 60 мандатов. То есть не набирает даже половину голосов, имеющихся в месте, они набирают 55. А четвертый этап, это уже после третьих выборов, весна 2020 года. Становится понятно, что Натаньяго не может править без соглашения паротации. Он заключает это соглашение с Бенни Гансом. А понятно, что Натаньяго кинет Бенни Ганса, ну просто как лоха, разведет. А вот в тот момент, когда было заключено это соглашение, был кто-нибудь вообще в политической элите страны или в рядах политологов, специалистов, кто хоть на долю секунды верил в то, что Натаньяго передаст Гансу по ротации кресла премьер-министра? Нет, были люди, которые говорят, ну может быть и так случится. То есть примерно процентов 10-20 на это можно было положить. Но никто же не знает будущие расклады. А дальше получалось, что вот это становится понятно, что без ротации Натаньяго дальше править не может. Он кидает Ганса. Это вызывает восторженные отклики его поклонников. Вы помните эти комментарии, политик это профессия, а лохов и надо чмырить. А этот Ганс просто дурак и все остальное. Но из-за этого кидалово Натаньяго становится недоговороспособным. И дальше мы видим пятый этап. Пятый этап это ровно то, что получилось на этих выборах. Натаньяго не может сформировать никакой калиции. То есть именно из-за того, что он кинул Ганса, ему никто не верит и не готов идти с ним на соглашение про ротации, даже будучи в ротации первой. Потому что после Ганса все понимают, что Натаньяго кидало. С ним нельзя договариваться ни о чем. Он недоговороспособен. Он сделал это наглую. И он недоговороспособен. Дальше мы видим шестой этап. Когда вдруг возникло ощущение, что оказывается может быть коалиция без Натаньяго. Очень интересная, очень своеобразная, лоскутная, можно сказать, коалиция. Но она может быть. До этого такого ощущения не было. Седьмой этап. Наконец создан другое правительство. Восьмой Биби перемещается на скамейку оппозиции. Но понятное дело, что уход Биби еще не закончен. Пока Биби возглавляет оппозицию, возможно его возвращение. И он же сам говорит, что вот мы скоро вернемся к власти. Мы скоро вернемся. А с этого мы понимаем, что девятый этап. Мы до этого пересказали краткое содержание предыдущих серий. Теперь давайте попрогнозируем, что может быть. Теперь анонс нового сезона, как в сериалах пишут. Да. Дальше может быть следующее. Во-первых, в Ликуде наконец должно закрепиться ощущение, что Натаньяго их тормозит. Что Натаньяго надо сменить на кого-то другого. Но ведь Юрий Дольштейн уже изъявил, так сказать, желание побороться за кресло председателя. Да, но это пока негласно. Когда возникнет ощущение, что нужно бороться и так далее, вот тогда будет совершенно другая ситуация. Пока то, что делает Натаньяго, вот его прощальная речь, которая многих испугала, многих насмешила, она была обращена только к ключевой аудитории внутри Ликудовской. Где он им говорил? В принципе, что он сказал? Я уже два раза со скамьи оппозиции перерисаживался в кресло премьер-министра. Я умею это делать. Другие это не умеют. Я умею это делать. И я снова пересяду. То есть моя задница больше всего подходит для этого кресла. Народ доверяет мне. Он же использовал даже фразу из-за речи на процессе Айхмана, Адельфа Айхмана. Я говорю здесь от имени миллионов. Так начал свою речь прокурор. И Натаньяго сказал, что он говорит от имени миллионов. Он, в принципе, сообщает ликудовской аудитории, миллионы доверяют мне и только мне. Держитесь за меня, и мы вернемся во власть. Так вот, когда, наконец, ликудники поймут, что на данном этапе любой другой кандидат от Ликуда, любой другой премьер-министр от Ликуда может сформировать коалицию, включая Милли Регги какую-нибудь. И коалицию без зяка ротации. Справую абсолютно коалицию, какую угодно коалицию, может сформировать любой другой депутат. Тогда будет совершенно другая ситуация. Ну, надеюсь, насчет Милли Реггиев это была шутка? Я уверен, что любой кандидат от Ликуда сегодня смог бы сформировать коалицию, которая не может сформировать худейственник, штукарь, фокусник Натаньяго. Любой. Дальше. Следующий этап. Это когда у Ликуда появится новый председатель. Даже если этот председатель будет бить себя пяткой в грудь, сообщая о том, что он верен пути Натаньяго, верен наследству Натаньяго, это уже будет другой расклад. И, наконец, но это еще не конец. Наконец, когда Натаньяго решит уйти из политики. Его оппоненты считают, что он должен закончить жизнь тюрьме. За все его великие грехи. Мы не будем такими кровожадными. Я думаю, что у него на данный момент, судя по слухам, есть договоренность с герцогом, которого он негласно поддержал на выборе президента, в обмен на то, что тот в определенный момент даст ему амнистию. Так вот, это будет большая пакетная сделка, часть которой уже осуществляется, но говорит о том, что некоторые, допустим, бывшие русскоязычные депутаты от НДИ получат назначение посланниками Сахмута, и это герцог утвердил до своего ухода в президенты. Если это подтвердится, то, значит, сделка абсолютно есть. И это большая пакетная сделка, в результате которой Биби, наконец, покинет политику, уедет из Израиля и будет читать лекции в Америке, обогрещая свою семью, а ему за этот уход дадут амнистию и прощение во всех его уголовных делах. Это вещь возможная, но тут надо все равно сказать, что учитывая нашу нестабильную ситуацию и учитывая способности Бенемина Таньягу, которому сегодня 72 года, а в любой момент мумия фараона может вернуться. Во всяком случае, пока он жив. До 127. Аминь, как говорится. Спасибо большое, Давид Эдельман, политтехнолог. Наша программа продолжается. Оставайтесь с нами.